Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу Бена Карсона «Золотые руки». Глава 17. Трое особенных детей. Ординатор выключил свой светящийся карандаш и выпрямился у постели Бубу Валентин. «Вы не думаете, что пора заняться этой девочкой?» – спросил он, показывая на четырехлетнего ребенка. «Так начался понедельник. Было раннее утро. Время нашего обхода. Когда я подошел к Бубу, лечащий врач стал рассказывать о ее самочувствии. Единственное, что осталось – зрачковый рефлекс. То есть ее зрачки реагировали на свет. При помощи анализа зрачковой реакции он сделал вывод о возросшем внутричерепном давлении. Врачи погрузили Бубу в барбитуратовую кому и провели ей гипервентиляцию. Но так и не смогли снизить внутричерепное давление. Маленькая Бубу была одной из тех малышек, что выбегает на улицу и попадает под машину. На Бубу наехал огромный грузовик. Она всю неделю лежала в коматозном состоянии в палате интенсивной терапии с установкой, измеряющей внутричерепное давление. К этому времени кровяное давление увеличилось настолько, что девочка уже не реагировала на раздражители и не могла производить осмысленных движений. Прежде чем ответить ординатору, я наклонился над Бубу и поднял ей веки. Зрачки были неподвижны и расширены. «Мне послышалось, или вы на самом деле сказали, что зрачки еще реагируют?» – воскликнул я в изумлении. «Но за секунду до вашего прихода они еще реагировали?» – возразил ординатор. «Говорить это только что произошло? Зрачки только сейчас расширились?» «Похоже на то!» «Четвертая степень! Срочно!» – крикнул я, стараясь сохранять спокойствие. «Нельзя терять времени!» Я обернулся к сестре, стоявшей за мной. «Готовьте операционную! Мы начинаем!» «Четвертая степень! Срочно!» Повторила она еще громче и выбежала в коридор. Довольно редкая четвертая степень, полная срочность, мгновенно привела всех в движение. Персонал операционной подготавливал место и инструменты. Все работали очень умело и быстро. Никто не спорил, ибо на объяснение времени не осталось. Двое ординаторов покатили кровать Бубу и почти бегом вывезли ее в холл. К счастью, в тот момент не было плановых операций, так что мы сразу занялись ею. По дороге в операционную я столкнулся с другим нейрохирургом, рангом выше меня, которого я очень уважал за его работу с травмами после несчастных случаев. Пока бригада готовилась, я объяснил ему, что случилось и что я собираюсь сделать. «Не стоит и начинать», — сказал он, ходя. «Время упущено». Такое отношение изумило меня, но обращать внимание на это я не стал. Бубу была еще жива. И у нас еще оставался шанс, очень маленький, сохранить ей жизнь. Я решил, что буду делать операцию в любом случае. Бубу бережно поместили в корзинку для яиц. Мягкий, гибкий матрас, покрывающий операционный стол и накрыли бледно-зеленой простыней. Через несколько минут сестры и анестезиолог дали мне знать, что готовы. Я сделал кранилатомию. Во-первых, я открыл череп и снял ее переднюю часть. Черепную кость поместили в стерильный раствор. Затем я вскрыл твердую мозговую оболочку. Между лобными долей мозга расположена область, называемая серый серб. С его помощью оба полушария связаны вместе так, что достигается баланс давления между ними. К мозговым оболочкам девочки я подшил твердую мозговую оболочку умершего человека. Это дает возможность мозгу свободно набухать, а потом приходить в норму так, чтобы внутри черепное давление понизилось. Закрыв эту область, я зашил кожу головы. Операция заняла около двух часов. Бубу оставалась в коматозном состоянии несколько дней. Сердце разрывается, когда смотришь на родителей, сидящих у постели ребенка, находящихся в коматозном состоянии. Я мог дать им только надежду, но не мог обещать выздоровления. Однажды утром я остановился возле кровати Бубу и заметил слабую реакцию зрачков. Тогда я подумал, может быть изменения к лучшему не за горами? Еще два дня спустя Бубу начала немного двигаться. Иногда она подтягивала ноги или шевелилась, словно пытаясь устроиться поудобнее. За неделю девочка стала активнее и уже на многое реагировала. Когда выяснилось, что она идет на поправку, мы сделали еще одну операцию и поставили на место снятую часть черепа. Через шесть недель Бубу снова была нормальным четырехлетним ребенком. Живым, здоровым, сообразительным. И тогда я снова радовался, что не последовал мнению оппонента. Вскоре я сделал еще одну краниоатомию и снова столкнулся с сопротивлением. Летом 1988 года возникла ситуация, подобно описанной выше. Однако новый пациент, десятилетний Чарли, тут звездочка, его имя изменено, находился в еще худшем состоянии. Он тоже был сбит машиной. Когда старшая сестра доложила, что зрачки из Чарли расширились и не двигаются, это опять означало, что пора действовать. В тот день в клинике было особенно много дел, поэтому я попросил старшего ординатора объяснить матери Чарли, почему мальчика надо оперировать немедленно. В последней смертной схватке за спасение его жизни мы должны были удалить ему часть мозга. «Может быть, это и не поможет», — объяснял ординатор. «Но доктор Карсон считает, что стоит попытаться». Бедную женщину охватило полное отчаяние. «Это невозможно», — рыдала она. «Я не позволю! Вы не сделаете это с моим мальчиком! Дайте ему мирить спокойно! Я не позволю вам играть в жизнь моего ребенка!» «Но это дает ему шанс! 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 Это слишком мало!» Мать покачала головой. «Дайте ему умереть!» Ее реакцию можно понять. В то время Чарли уже не отвечал ни на какие раздражители. Тремя днями раньше мы с грустью сообщили, что состояние мальчика настолько серьезно, что он может не поправиться. И мать поняла, что конец неизбежен. А теперь ни с того ни с сего какой-то человек уговаривает ее дать согласие на радикальную операцию. Ведь ординатор не обещал ей, что Чарли поправится или ему хотя бы станет лучше. После того, как ординатор вернулся и рассказал об этом разговоре, я сам отправился к матери Чарли. «Я долго и подробно объяснял ей, что мы не собираемся резать мальчика на маленькие кусочки», — она задумывалась. «Позвольте мне рассказать вам о похожем случае», — сказал я, — о чудной маленькой девочке по имени Бубу. Поведав историю Бубу, я добавил, «Послушайте, я не знаю, как пройдет операция. Может быть, ничего не получится, но я твердо верю в одно — сдаваться нельзя, даже если остался лишь маленький лучик надежды. Может быть, это малюсенький шанс, но мы не вправе просто так его отбросить. Худшее, что может случиться, — безболезненная смерть». Внезапно смысл моих слов дошел до матери, и она спросила, «Вы уверены, что действительно есть шанс? Чарли может выжить?» «Шанс есть, если только мы сделаем операцию. Без нее нет никаких шансов». «Тогда я, конечно, согласен на операцию, просто мне не хотелось, чтобы вырезали его без толку». Я не стал объяснять, что мы никогда не поступаем подобным образом, и снова напомнил, что шансы невелики. Мать немедленно подписала согласенную операцию, и мы стремительно покатили мальчика в операционную. Как и в случае с Бубу, пришлось удалить часть черепа, разделить две половины мозга, покрыть распухший мозг мозговой оболочкой умершего человека и зашить кожу. Как мы и ожидали, Чарли оставался в коматозном состоянии, и в течение недели ничего не менялось. Многие врачи говорили мне, «Игра проиграна, мы упустили время». Кто-то доложил историю болезни Чарли на большой нейрохирургической конференции. Они проходят еженедельно, все нейрохирурги и ординаторы собираются, чтобы обсудить интересные случаи. Я был на очень важной операции и не мог присутствовать. Но несколько человек из тех, что участвовали в конференции, пересказали мне потом содержание дискуссий. А разговор шел примерно следующий. «Что вы думаете по этому поводу?» спросил один из врачей какого-то интерна. «Разве тут не было сделано несколько больше, чем нужно?» заявил тот. Еще один уверенно сказал, «Я думаю, это была глупость». Другие согласились с ним. Один из лечащих нейрохирургов, знавший, в каком состоянии находится Чарли, заявил, «Такие случаи никогда не заканчиваются выздоровлением». Кто-то еще добавил, «Пациент доктора Карсона еще не выздоровел и вряд ли выздоровеет. По моему мнению, это не подходящий случай для краниоатомии». «Интересно, говорили бы они так в моем присутствии?» «Не уверен», хотя все искренне высказывали свое видение ситуации. Их скептизм понятен, поскольку за семь дней никаких положительных изменений не произошло. «Может быть, я просто упрям, но в глубине души я был уверен, что у мальчика остался какой-то шанс на выздоровление. Сдаваться, во всяком случае, я не собирался». На восьмой день сестра заметила, что у Чарли затрепетали веки. История Бубу повторялась. Скоро Чарли начал разговаривать, а к концу месяца мы послали его на реабилитационное лечение. С тех пор он сделал большие успехи, и мы надеемся, что в конце концов с ним все будет в порядке. У Бубу больше не было приступов, а у Чарли они могут повториться. Его состояние более серьезно. Он старше и выздоравливает не так быстро, как Бубу. Когда я встретился с его семьей через шесть месяцев после операции, Чарли еще не полностью выздоровел, хотя был бодр, гулял, разговаривал и становился все активнее. Кроме того, мама Чарли безмерно благодарна за излечение сына. Другой случай, который я никогда не забуду, связан с родившейся в Детройте Даниэль Эллой. Я впервые увидел ее, когда девочке исполнилось пять месяцев. Она родилась уже с опухолью мозга, которая все время продолжала расти. К тому моменту, как я ее увидел, опухоль уже не умещалась под черепом и была размером с его голову. Опухоль разъела кожу, из раны сочился гной. Друзья советовали матери, сдай девочку в государственный приют и дай ей умереть. Нет, отвечала она, это мой ребенок, моя плоть и кровь. Мама Даниэллы поставила перед собой геркулесовую задачу вылечить дочь. Дважды или трижды в день она меняла Даниэле повязку, стараясь держать рану в чистоте. Она позвонила после того, как прочла статью обо мне. В ней утверждалось, что я часто берусь за операции, от которых отказываются все остальные. Она поговорила с моей ассистенткой, терапевтом Кэрол Джеймс. Бен, сообщила мне Кэрол на следующий день, я думаю, стоит взглянуть. Услышав подробности, я согласился. Пусть мама пришлет мне анализ и рентограмму. Через несколько дней я уже изучал их и сразу понял, насколько печальный характер приняла ситуация. Мозг не мог развиваться нормально. Почти все пространство черепной коробки заняло опухоль. Кроме того, непонятно было, как восстанавливать кожу. Я позвонил своему другу Крэгу Дюшфрешу, прекрасному специалисту по пластическим операциям. И мы стали соображать, как удалить опухоль и восстановить кожу. Мы консультировались с доктором Петером Филлипсом, детским нейроонкологом, специализировавшимся на лечении детей с мозговыми опухолями. Все вместе мы наконец придумали, как удалить опухоль. После того, как я удаляю опухоль, доктор Дюшфреш должен был взять кусок кожи со спины и пересадить его на голову. Если бы задуманно удалось, доктор Петер Филлипс и доктор Левис Тросс должны были завершить процесс лечения курсом химиотерапии, чтобы убить оставшиеся злокачественные клетки. Таков был план. Мы узнали, что это очень трудный случай и операция потребует много времени. Так оно и произошло. Операция по удалению опухоли и пришивание мышечного лоскута заняла 19 часов. Но мы думали не о времени, а о результате. Доктор Дюшфреш и я оперировали один за другим. Для того, чтобы удалить опухоль, мне понадобилась половина операционного времени. Следующие 9 часов Дюшфреш употребил на замену кожи на голове. Он сумел закрыть кожей всю пораженную поверхность. В середине операции я сказал ему, я думаю, мы выйдем победителями. Он кивнул, потому что, как и я, был уверен в успехе. Операция прошла успешно. Как мы и предполагали, через несколько недель Даниэла вернулась в операционную, поскольку кое-где кожа слишком натянулась и надо было улучшить кровообращение на прооперированном участке. Постепенно Даниэла стала хорошо себя чувствовать и вести себя как нормальный ребенок. Я видел, как радуются родители каждому ее движению, которое большинство взрослых людей считают само-самой разумеющимися. Крошечная ручка хватает палец взрослого, ребенок улыбается. Затем что-то изменилось, и состояние Даниэлы стало ухудшаться. Все началось с проблем, связанных с дыханием. Потом последовали желудочные нарушения. Когда мы справились с ними, появились осложнения с почечной деятельностью. Мы не знали, связанное ли все это с опухолью. Врачи и сестры палаты интенсивной терапии работали круглые сутки, пытаясь заставить функционировать легкие и почки Даниэлы. Они, как и мы, старались ее спасти. Все средства были испробованы, но девочка умерла. Мы сделали вскрытие и нашли метастазы в легких почках и желудочно-кишечном тракте. Наша операция на мозге немного запоздала. Провели мы ее до того, как развелись метастазы. У нас была бы возможность ее спасти. Родители, бабушка и дедушка Даниэлы приехали из Мичигана и остались с ней в Балтимуре. Ожидая и надеясь на выздоровление, они вели себя очень мужественно. Все понимали и подбадуривали нас. Когда это требовалось. После смерти девочка меня поразила их реакция. «Мы хотим, чтобы вы знали», заявили родители Даниэлы. «Мы понимаем, что врачи вашей больницы сделали все возможное». «Мы очень благодарны за то», добавила ее бабушка, «что вы занялись случаем, от которого все остальные отказались». Особенно мне запомнилось слова матери Даниэлы. Голос ее звучал совершенно ясно. Она подавилась копь и произнесла. «Мы знаем, вы человек Божий и Господь делает все операции своими руками. Мы уверены, что для спасения нашей дочери было сделано все, что в человеческих силах. Несмотря на то, что произошло, мы всегда будем благодарны вам за ваши усилия спасти Даниэлу». Я рассказал вам историю Даниэлы, поскольку не все в нашей работе кончается успехом. Однако трагические исходы я могу сосчитать по пальцам». «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Аллилуйя!